Избирательная кампания и выборы это всего лишь начало пути. Основная работа начнется потом, считает политолог Айдос Сырым. По словам эксперта, именно этому обновленному парламенту предстоит решать непростые задачи, стоящие перед страной и экономикой. От того, каких людей каждая партия направит в мажелес, будет многое зависеть. Мы и до этого говорили, что это самые спокойные выборы, наверное, в истории Казахстана. Выборы прошли достаточно технологично, достаточно открыто и без каких-либо напрягов. Но в итоге все оказалось так, что та схема и та драматургия, которая была на прежних выборах, она повторилась. Но очевиден рост влияния и доверие к партии АУН. После этого, безусловно, каждая партия поделит уже списочный состав тех людей, которые в соответствии с законом прошли в парламент. Ну, от этого много будет зависеть. А, ну, в каждой стране парламент это отражение того общества, в котором мы живем. Нельзя сказать, что кто-то вот взял и навязал тот или иной состав. В любом случае, по итогам выборов, необходима очень большая работа, потому что работать над совершенствованием и дальнейшим укруглением партийной политической системы.